Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале Редко, но метко проходят конкурсы на робуксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. Ииии всем привет, и с тобой Колонтайка. Если что, играем в роблокс, игрушка под названием Beeswarm Simulator. Симулятор пчеловода в роблоксе. Сегодняшний ролик будет посвящен, как я уже и говорил вчера, донату. Будем донатить супер смузи, а вот этот вот эликсир будем юзать на себе. Посмотрим, что из этого получится. И, в общем, поглядим, поглядим. Со мной на сервере кто-нибудь из друзей-то есть, интересно, или нету? Никого. Никого. Куда-то от всех убежал я. Вот. Убегал, если честно, два раза от Лехи. Почему? Потому что он очень быстро убивает шипастика. А мне нужно вообще с шипастика получить шипы. Почти за день, можно сказать, я нафармил 100 штук. Можно сказать, что 100 штук. Почему? Потому что у меня еще тикетов 300 штук. Поэтому я все равно тикеты буду на шипы тратить. Но пока что не трачу, потому что, ну, мало ли что. Вот. Поэтому за день 100 штук. Я думаю, завтра, это даже не за день, а за вечер. Надеюсь, что завтра у меня все-таки будет шипастик. Надеюсь я на это. Мне нужен уже шипастик, пипец как. Я что-то не подумал о нем. Нужно было первым делом его делать. Так, ладно. Мы донатим. Что мы донатим? Мы донатим новые, 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 новые смузи. Посмотрим, что с него выпадет. Кстати, вот это вот мне очень интересно. Он очень дорогой, по идее. Так, пурка и смузи, да. Вот смузи донатим. И что же выпадает? Фу. Какой ужас. Ну, зато 10 миллионов. 10 миллионов. По деньгам 10 миллионов, но выпадение фигня. Ну, по бафам. Может быть, конечно, из-за того, что у меня не прокачано, получается, храм. Ну, как мне объяснили, храм зависит от того, сколько у тебя вообще эти, как вот там, бейджи. То есть, если у меня, у меня получается сейчас не очень много бейджи, потому что это тест. И из-за этого, я думаю, он не прокачано, из-за этого он плохие бусты дает. Хотя он бусты вроде дает, он обычно мало их дает по количеству. Так, ладно, сейчас пособираем. Я сейчас заюзаю прямо вот сразу тогда вот эту штуку. Посмотрим, что она дает. Она дает нам красный буст. Она дает нам увеличение нашего рюкзака. Это круто. Что она еще-то дает-то? Что-то еще дает. Ред буст, блу буст. Что такое? Один-три полей с полей, короче, пчелок и один из сколько-то там полей с оружием. Оружие. Это офигеть. Короче, это я понял. Это что-то такое? Это... О, смотри. Минус шесть. Это что такое? На кактус. Не надо брать точно. Плюс пять. Дам-де-лоб. Вот я его беру. Почему? Потому что у меня дам-де-лоб где-то он тут вот есть. Просто качай эту штуку. Так я, в принципе, ее не юзаю. Так, я возьму, наверное, на какой-нибудь розе, наверное, пофармиться. Подожди, сейчас посмотрю, сколько там на моем любимом пепере. Вот только что он где-то был, да? Блин, вот он был. Минус один. Да можно взять, в принципе, на пепер. Он дает нам флам, флейм, а роза... А, роза нам вообще неинтересно дает. Еще страфбори сколько дает. Плюс один страфбори. Можно страфбори взять. Возьму, наверное, страфбори, покачаемся там, пофармимся, посмотрим, как это будет выглядеть. Я люблю страфбори. И обычно для фарма беру страфбори. Ну, это, если что, для красных, для будущего. Ну, то есть, те ребята, которые в будущем будут. Беру страфбори. Страфбори заканчивается на половине. И тогда уже беру перец и фармлюсь на перца. Почему страфбори дает нам дополнительный буст? Это ред бомб полей. А у меня все в бомбе. Это круто. И тоже кину. Кину-кину ребятам. И второе она дает нам... Че она дает нам? А второе она дает нам... П-п-п-п-п-п? Забыл. Хе-хе-хе. Забыл. И второе она дает... Как вот там? А! И перец нам дает у нас флейм. Ну, только что я тебе прочитал. Флейм. Мощность огня, так я скажу, да? Не продолжительность именно, а вот как-то... Как-то, как-то... А! Сколько сбора огня будет делать? Так, я еще хотел все заюзать, потому что... Ну, потому что это не дело. Почему-то у меня маленький такой рюкзак. Че-то я не сделал. Что-то у меня как будто что-то нет. Че-то я забыл юзать. Ладно. Это, это... А! Я еще забыл юзать вот эту штучку. Посмотрим сейчас. Поглядим. Заюзаю. Пофармимся. Сколько я нафармлю? Ну, тут это... Это не смузи. Аааа! Все, я понял, что это такое. Я же обычно смузи тут юзал. И со смузи у меня 90 где-то рюкзак. Сколько? Ааа! Это у меня эти набрали. А я забыл. Пузыри. Пузыри у меня набрали. А я что-то испугался. Думал, что так у меня много рюкзака. Ой. Ой, это вообще испуганно было. Так, ладно. Че у нас еще осталось? Че-то у нас еще было. Че-то не юзанто было. Да не, вроде все юзанто. Выпало мне как раз тоже в Стравболе. Хорошо. Можно еще глиттер, наверное, юзанть. Хотя глиттер вроде нужны. Ладно. Нет, надо юзанть тоже. Все. Потому что у меня много этих микроконвертеров. Посмотрим, сколько всего. Еще и вот эти штучки поюзаю. Потому что они очень быстро набираются. На самом деле на тесте тут. Шансы, шансы удать. Ооо! Все. Тройочка. Теперь вообще топчик будет. По фарму. Потому что у меня тут еще и у меня очень-очень много этих, как там, именно бомбочек. Так, ладно, юзаем. Ну и все. Встреча с тобой буквально через секундочку. Возле конца вот этого всего буста. Причем вот этого, наверное, буста. Он через один... Он на 15 минут дается. Смузи дается, по-моему, на... То ли на 30, то ли на 20 минут. По-моему, на 20 минут. Ну, то есть больше, чем обычные бусты. Поэтому это и круто. Ну, ладно. В принципе, как-то так. Донат, кстати, не очень-не очень. Поэтому, ребят, не донатьте вот эти новые предметы. Вообще, новые предметы как-то Аннет не балансируют по поводу доната. То есть, должно было быть круто на самом деле. Но, оказывается, нет. Все-таки самый лучший донат, я считаю, облачка. На втором месте любые яйца. В общем, короче, как-то так. Ладно, встреча с тобой через секундочку. Для меня через 8 минут. Для тебя секунда. Итак, до конца нашего буста осталось 3 минутки. Это... Плохенько, плохенько. Он очень какой-то короткий, на самом деле, этот бустик. И, в принципе, мы наформили. Монаформили все, что только захотели. Я захотел себе 1 миллиард. Если честно, я думаю, если меньше будет, то будет фигня. Но меньше не было. А со смузи я фармлю где-то около 2 миллиардов. Поэтому... Ну, около 2-х там. Миллиард 700. Где-то вот так. Миллиард 800. Вот. Это от того зависит, сколько у меня микроконвертеров. Тут у меня микроконвертеров много было. И поэтому наформим, в принципе, хорошо. Вот. И, в принципе, мне понравилось, мне понравился вот эта вот штучка. Если даже не буду давать вот это вот смузи, я, в принципе, и с этим буду радоваться в день. Какой-нибудь прям вот тупи-топенький-топенький бустик себе буду устраивать что-то такое. Кто-то заюзал, кстати, мне пришел, заюзал этих, как вы, там, лягушек. Походил, он захотел фармиться, я не знаю. Нормально, это ненормально. Ну, кстати, как у меня никто. Мне вот интересно, просто он себе сделал что-то под лягушек, чтобы фармиться. Под лягушек, ребят, есть такой код. Это еще с прошлого теста он, по-моему, остался. Это тест фрог, как-то так. Код, он дает нам три, по-моему, коробки теста у вот этого лягушек вот этих. И, в общем, можно с ними фармиться. Но для этого хотя бы нужно две или три пчелки сделать для фарма вообще этих, как вот там тест фрог. Потому что есть такое у огненных, точнее у красных, да, там улучшение огня. Там тоже есть улучшение пузырей. И поэтому нужно, нужно это обязательно сделать. Плюс еще нужно получить вот эти всякие маски. И было бы вообще замечательно. Осталось все, смотри, у меня уже прям вообще концовочка. 54 секунды. Ну, я потратил много микроконвертеров, но я тебе уже рассказывал, как получается, как можно получить микроконвертеры. Их достаточно легко получить. Первое, это нужно просто бегать и каждые пять секунд, грубо говоря, пять минут, точнее, бить мобиков. А мобиков именно синих бить, причем всех синих. То есть и богомолов, и просто синих. То есть с обычных, с красных я вообще никогда не видел. То есть с божьих коровок, чтобы не упал лесоскорпион микроконвертер. Ну, это вообще, это может упасть, конечно, но мне кажется, это такая редкость, что прям вот пипец. Так, ладно, смотри-ка, я даже больше миллиарда нафармил. Хорошо, хорошо, это приятно, приятное дело. Непонятно, как с лягушками фармиться. Леха вчера рассказывал какой-то секрет, ну, вот в том плане, то, что он с лягушками как раз фармился. И тремя другами, которые все набирали. Но вот, вот это грубо говоря, то вот если бы у меня сейчас микроконвертеры вот за этот буст бы кончились. 11 штук, я бы еще это понял. Но у меня они не кончаются, даже конвертеры, поэтому тут мне вот это непонятно. Синие, вот эти вот я говорил, то, что вот с них часто падают микроконвертеры. Сейчас посмотрим, попробую убить и показать вам. Нет, не покажу. Не покажу я тебе такое, такое, такое счастье. Ну, ладно, их много на самом деле, сейчас этого пройдем. Панду по-любому прохожу. Почему? Потому что с него в конце падает печенька. Я уже с мамой печеньку взял, а с него еще не взял. Поэтому нужно печеньку по-любому взять. Так, а, еще тебе хотел рассказать тайну. Убил я все-таки наконец-то белого медведя. Ой, не белого, а черного медведя в туннеле. Это был ужас. Я кое-как убил, кое-как убил. Прокачался. Поменял всех пчелок и убил. В общем, вот такие дела. Сейчас не дали мне микроконвертеров, да, нигде. Ну, ладно. Так, прошел. А, взял я квест. Квест у него тоже каждые 4 часа. То есть у него не линейка квестов, как была. А просто вот это каждые 4 часа. Как будто я уже все прошел. Ну, ладно. Сейчас убьем еще вот этих вот. И пойдем покупать. Запокупать. Запокупаться печенюхами, вот. Вот, видишь, микроконвертер упал. Ну, потому что тут, во-первых, шанс просто увеличенный. Я имею в виду. Просто если они нужны тебе, вот даже на тесте, или ты, или ты на обычном сервере играешь, то, конечно же, просто фармись, убивай, точнее, этих, на синих мобиков. Просто я этого заметил. Я раньше этого вообще не знал. Ребят, я каждый день что-то новое узнаю в симуляторе пчеловода. Поэтому я до сих пор нубик. Так, перед тем, как все сдавать, тут сдавать очень-очень все долго и неинтересно. Это всегда, мне прям это напрягает. Я не понимаю, почему тут вроде все бусты у тебя есть, все есть, но ты, блин, как-то разгружаешься очень-очень много времени. Так, я прям, я прям на все покупаю. Это такой буст, вот, когда для фарма нужно. Потому что, ну, что еще? Купить новый слот, еще одну пчелку? Зачем? Вообще ни к чему пока. У меня их 39, по-моему, да? На 40-ую я все-таки хочу себе эту, шипастика. Не знаю, почему. Загорелось, все, шипастика хочу и все. Так, а так, 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 что мне нужно делать? Мне нужно улучшать всех до 9-го левла. Моя задача всех 9-го левла сделать. Но это еще долго-долго-долго будет и нудно. Так, по-моему, вот этого нужно. Да. Да, я просто на ком я остановился. Я всех своих сначала этих улучшаю. Хорошо, пока идем. Я не думал, что так много сделаю. Я думаю, меньше. Ожидал реально меньшего. Все, по-моему, да? Да, все. То есть, получается, мы много сделали. У меня еще много 8-го левела. Поэтому это очень долгая такая процедура. Я даже не знаю, как ее вот вообразить. Как ее все сделать. Я вообще не представляю, как люди там уже 11-го, 12-го левела фармятся. Ну, уже прокачивают. Это очень много меда надо в день тратить на это все. Но я еще прям вот полностью сутки не играл еще ни разу на тесте. Поэтому либо вечерами, и то там часов до 11-го, ну, то есть не до глубокой ночи. Либо вот сейчас, вот как сейчас, я играю сейчас с утра. И вот, ну, может быть, часа полтора, может быть, два. Кстати, сколько я уже нафармил-то? Я мало, наверное, нафармил? А, вон, почти 2 миллиарда. Хорошо. Я считаю, это вообще неплохо. Так, ничего там интересного нет? Я считаю, это вообще неплохо. Так, кого мне бы еще поменять? Блин, мне вот эти вот вообще мешают. Бука, бабл. Бабл надо менять. Ну, они вообще ни к чем. Ну, ни о чем они. Мне тут вообще не нужны. А у меня этих 59 роялок. Ну, давай поменяем. Бука, бабл. Выползают, блин? Те, которые не нужны. Так, этот строитель тоже не нужен. Что-то интереснее будет. Оставился лягушку по-любому. Ну, потому что лягушка все-таки неплохой, как мобик. Как и пчелка. Вот с баблом бы она, конечно, лучше бы все это работало. Но... Блин. Но, кстати, я еще хотел тебе показать. Ладно, я все это не сделал. Я зато выполнил полностью квест у Спирита. Сейчас Спирита будем закрывать. Я тебе как раз еще одну штучку покажу. Не знаю, знал ты об этом, не знал. Но я же тебе говорил про прокачку. Ну, чуть-чуть, прям вот, две секунды назад. И вот. Еще я тебе хотел показать. Есть такие пчелки, обычные, легендарные. И первая легендарная, это демон, у которого появилась дополнительная способность. Это флеймис. Пассивная флеймис. Она дает вот этот вот огонек, как у обычной фаер-пчелы. Только у лучной, плюсовой. И также такая же штучка появилась у ниндзя. Блубом плюс. То есть он дополнительно больше, короче, получается... С пузыря... Это пузырь. А, подожди. Подожди, не у ниндзя. Убрали. Я серьезно говорю, убрали. Блубом. А был вчера пузырь у него? Подожди. Нету. Где у нас еще? А вот даймонд. Нет. Как так-то? Реально убрали. Вчера, вот я говорю, вчера пузырь был. У него пузырь плюс. Вот такой вот. Гаттерн Бабблз. Плюс. Плюсовой был. У ниндзя. Я еще такой говорю. Вот ниндзя. Прикольно собирать сейчас можно. Офигеть. Я еще скрин вчера хотел сделать. Потом думаю, да? Кто не знает? Ладно. Вот это я не знал. Реально, ребята. Вот сейчас я удивился. Вчера вот вечером прям сидел, смотрел. Вот такая же вот пассивная. Видите? У меня флаймас у демона. У демона. Это такая же, как у... Сейчас. У фаера. Видите? Обычная вот тоже пассивка появилась у фаера. Такая же пассивка появилась у демона. Только она плюсовая. И у Бабблса была такая уже пассивка. Всегда. Ну, не всегда, как появились вот эти вот бонусы. У Бабблса появилась. И такую же пассивку сделали ниндзю. Поэтому это очень-очень-очень крутенько. Так что, ладно. Ладно. Я вот это реально не знал. Офигеть. Убрали. Убрали. О! Сейчас кого-нибудь сделаем. Хе-хе-хе. Я рад, что мне дали Старку. Старки потом я сам. Если что, сделаю для этого. Для какого там? Для палки. У меня еще до палки-то как до Китая. Я только, наверное, квест четвертый, наверное, выполнил. Либо третий. Какой-то из этих. Поэтому вот это вот прям обидненько. Ладно. Давай сейчас попробуем сделать. Хоть бы, хоть бы кто-нибудь клевый. Ну ладно, ладно. Оставляем бэби. Бэби это круто. Бэби круто, потому что бэби дает нам дополнительный просто пассивный шанс удачи. Это хорошо. Пассивный лут лак. Это круто. Пассивный, пассивный. Это даже не надо ничего подбирать. Это клево. Вот это классно у бэби сделали. Ну, то есть ради этого можно ее получать. А так она не нужная. Теперь она не нужная вообще. Теперь давай еще синеньких побьем. Посмотрим, выпадет ли мне конвертер. Шансы-то больше. Нет, шансы-то больше, но ничего мне не выпадает. Вот, заметил, что часто гамдропы выпадают прям вот пачками 10 штучек. 10 штучек, 5 штучек. Ну, короче, как-то так. Это меня удивило. Вот, видишь, конвертер опять синеньких упал. А вот если... А с красных вообще никогда ничего не падает. Но с красных чаще всего кубики падают. Синих вообще кубики не падают. Вот это я тоже заметил. По поводу гамдропа, это все эксклюзивы... Ну, то есть нет эксклюзива. Ну, вот, по поводу кубиков, но я тебе уже объяснил, да? Кубики только у этих падают. В общем, вот такие вот дела. Вот такая вот... Такое вот у нас сейчас тест. Такой идет тестик. А, на что я сейчас коплю? Что я сейчас собираю? Я вообще думал, что сейчас вместе с тобой на ролике это все соберу. Но перед роликом я офигел. Что-то у меня там не получалось. Я думал, у меня там все получается, хорошо. Но нет, но нет, но нет. Не получается. Немножко. Либо закупать буду. Ну, я думаю, просто пофигачиваю бомбиков. Вот. Сейчас вот это вот сейчас закрою. Закрою, посмотрю. Мне нужно 52 штучки нужно. Две штучки. Вот. Короче, мне нужны энзимы. Ну, в общем, мне нужен вот этот вот пояс. Почему этот пояс мне нужен? Рассказываю. Вроде мог бы я без него обойтись. Причем тратить 50 глу на эту штуку, если можно ее оставить. И в будущем потратить на что-то более ценное. В общем, почему я трачу именно на этот пояс? Он дает нам плюс 25% к нашему общему рюкзаку. А это очень круто. Плюс еще он добавляет плюс 50% удачи. По-моему, да? Какой плюс 50? Плюс 100. Плюс 100. Тут даже вообще нет удачи этой. Плюс 50 вообще к рюкзаку. 50 тысяч к рюкзаку. Бас-бомб. Вот этот бас-бомб мне не нужно. Это вот это муть полная. Хона Фро Токен тоже муть полная. Но еще плюс одну атаку. И опять же, это большой плюс, потому что я мучился с убийством. Я очень сильно загорелся и захотел. Поэтому тут по деньгам он стоит ничего. Вон 75 миллионов всего стоит. Ну, это реально фигня. Ойлы у меня уже есть. Глу у меня получ... Ой, эти энзимки есть. А вот с глу у меня небольшая проблема. Мне нужно 13 штук. Даже чуть поменьше. Наверное, штучек 10. Вот. А это по деньгам на самом-то деле многовато. Да. 9 штук даже надо. А это по деньгам многовато, поэтому я лучше, лучше, лучше. Что я буду делать? Лучше я просто выбью их, скорее всего. Просто это быстрее будет, что я выбью их. С... 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 Вот с того вон Вервульфа. С него часто... О! Вот! Видишь? Еще выпал конвертер. Потому что синий мобик. Вот. А вот, например, с этого... С... Вот так вот. А! По поводу еще кое-что я тебе сейчас еще напоследок расскажу. Прям вот самая прям малость. С них тоже что-то ценное выпадает. С них иногда редко-редко-редко-редко выпадают, кстати, шипы, если ты не знал. Но вообще, по идее, по совопадениям редкости там много очень, на самом деле. С кого чего угодно может выпасть. Но я тебе хотел еще одну штуку показать. Давно... Это что, мой? А я думал, его убил. Вот прям только что я думал, убил. Нет? Не убивал? Офига себе у меня. Ой! У меня сейчас шансы увеличены. И у меня постоянно с паукана выпадает этот какой-то там... Этот... Дикий фрукт вот этот вот. Не ядовитый. В общем, знаешь, вот такой вот есть рейтинг. Рейтинг. Смотри, где у нас Леха. Леха тут где-то в топе. Кстати, смотри. Тут где-то из Дмайенс. Да, была? Нет. Митанс. Нет, другая какая-то. Леха у нас на 14 месте. Но я тут тоже в топе. Я тут тоже в топе. Где я? А где Калантайка? Ну, я был на 60 каком-то. Подожди, у меня 4. А! У меня 4 119. Ну, я где-то тут должен быть. Меня потеряли. Калантайку потеряли? Я точно был. Может, 3 с чем-то я сейчас... Еще. Смотри-ка, нет Калантайки. Вообще. Да, не видно. Папа какая-то. Светана. Калантайку еще. А, во, Калантайка. 62 место. 4 тысяча. Все, прикольно. И вот этот топ, он, кстати, достаточно легкий, простой. Но я еще боссов не убиваю. Я еще не могу никакого босса убить. Поэтому, поэтому вот так вот. Я еще вот на таком вот месте. Маленьком. Вот. Просто я бегаю. Часто. А скоро я буду убивать еще улитку. Улитку будет на следующей неделе по-любому убийство. По-любому будет у нас конкурс с улиткой. По-любому, ну, что-то будет интересное. Потому что мне сейчас тест очень сильно зашел. Плюс еще на Водопни я радостный, довольный, что они добавили яйца. Это первый раз радостный я довольный. А добавили там какую-то детскую площадку. Ну, то есть обновили детскую площадку. Прикольное обновление. Но не стоит того, чтобы я прямо вот сейчас убежал из симулятора пчеловода играть. Я уже снес почти 5 миллионов. Почти 5 миллионов. Я уточню. 4,5 миллиона. Почти 4,5 миллиона. Чуть даже поменьше. 4,300. Но это уже, это уже даже 4,300+. Вот. И это, я считаю, это много. Для нубика моего это вообще хорошо, много и, в принципе, мне нравится. Поэтому не зря я все-таки на ночь оставляю фармиться. Но скоро я получу палку. И с палкой я буду прямо вот хорошо, хорошо, хорошо фармиться. Для палки нужно более, более крутые вещи. Вот. Получил я что-то амулеты. Амулеты я получил наконец-то 10. И начал закрывать всех своих ненужных петов. Ненужные петы, это вот даже вот этот, он мне очень не нужен. Но он дает 12. Это очень круто. Фаерби, он мне нужен. Он прикольный. Вот. Одаренный фаерби. Блин. А вот дальше я вот, кстати, себе в голове, я не знаю, как я буду все это делать. И как вообще с этим бороться. Так, ищу шипастика. Шипастика нашел. Очень редкие все-таки остались. Это шипастики, эти одаренные. Я забыл, как они зовут-то их. Другие немножко шипастики. Вот они очень-очень-очень редкие остались. Но это 2-го левела сейчас дадут 1-1 шипик. Но я всегда говорю, один шипик это 10 тикетов. Так что для меня это все-таки ценно. В данный момент, в данной игре мне это очень ценно. Почему? Потому что я вообще хотел сначала без шипастика. Но без шипастика это очень-очень-очень-очень-очень тяжело. После того, как я выбью все-таки шипастика, я буду сразу копить все равно шипы. Мне потому что нужно для моего сета, мне все равно нужны эти маски. Маска, маска, маска. Мне все равно нужно. И где эти шипы брать, кроме как не за тикеты, я не знаю. Поэтому мне нравится то, что этот магазин не увеличивает цену. То есть он как стоил 10 тикетов, так и стоит. Это реально круто. Так что вот я могу уже накупиться. Я, кстати, могу прямо сейчас закупиться. Соточка. Соточка. Мне нужно, чтобы у меня 130 было. Блин, я сотку не сделал. Да, я сотку не сделал, ребят. Обманул. Я думал, я соточку сделал. Не, я соточку не сделал. У меня общая соточка, а у меня было уже 30 сингеров. Так что вот так вот, ребят. В принципе, все нормально. Потихонечку идем, идем. В ногу, в ногу со временем. Плюс еще можно фармиться и закупать тикеты, которые я уже закупался. Но я закупался для гам ботинков, для гам дропов. И, в принципе, я хочу оставить это на будущее, чтобы закупаться для гам, не гам, а для шипастой маски. Потому что уже будет немножко попроще. В общем, вот такие вот дела. И все, ребят. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте писать какие-нибудь клевые и офигительные комментарии. Ну и всем, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok